Эти два автомобиля были заявлены как машины особой серии, и лишь по окончании официальных мероприятий чехлы были сняты. Vesta и X-Ray – коллекционные новинки, выпущенные к юбилею завода. Их будет всего по 500 экземпляров, в особенности эксклюзивный интерьер и экстерьер, кожаный руль и логотип, разработанные специально к юбилею автозавода. Новые, хорошо забытые и старые. Логотип 50-летия автоваза по форме – тот же знак, что был на первых «Жигулях», только надпись другая. В цифрах 5 и 0 и закодирован секрет успеха. Во-первых, они образуют знак бесконечности, как намек на жизнеспособность предприятия. Во-вторых, это продолжение темы Икса. Директор компании по дизайну Стив Маттин, говоря о юбилейных моделях, рассчитывает, что на них, хотя и стоят они дороже машин люксовой комплектации, спрос будет. Ведь со временем они будут только дорожать, как музейные экспонаты. В целом, задача нового топ-менеджмента на ближайшее время – сохранить нынешнюю долю рынка вазовских машин на уровне 20% по России. Средний срочный план был озвучен на собрании акционеров предприятия. Был избран новый состав Совета директоров. Карлос Гон покинул пост председателя. На его место пришел Сергей Скворцов, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех». Его заместитель – Данилевод, старший вице-президент группы «Рено», директор региона Евразия. Президент «Автоваза» Николай Амур заявляет, что, несмотря на нынешние сложные положения, задача сохранить коллектив остается приоритетной. Именно ради этого был введен четырехдневный рабочий режим, а уже в августе завод вернется на пятидневку. Что же касается обновлений модельного ряда, об этом страна узнает в ближайшее время. Вам придется подождать московского автосалона, который начнется 24 августа. Перед его открытием мы объявим некоторые новые сертификации, новые комплектации автомобилей и ограниченные серии. Это краткосрочная перспектива. Что касается долгосрочной перспективы, этот вопрос будет обсуждаться как на совете директоров, так и с акционерами. Нынешней команде менеджеров предприятие досталось в сложный период. Экономическая ситуация вызвала падение авторынка и увеличение долгов. Ростех предложил списать часть долга автозавода. Окончательное решение этого вопроса за правительством России и альянсом «Рено-Ниссан». Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.